Есть такое поверье, как проведешь Масленицу, таким и весь год будет. Для славянцев, принявших участие в масленичных гуляниях, которые проходили на театральной площади города, этот год наверняка будет веселым и удачным. Вот так, под веселые песни с танцами и прекрасным настроением, славянцы провожали зиму и встречали весну. В этом году последний день Масленицы выпал на 1 марта и совпал с календарным началом весны. И по-весеннему теплая погода позволила жителям от души повеселиться. Они участвовали в конкурсах, покупали сувениры на ярмарке поделок, угощались горячим чаем и блинами. Угостили блинами, очень вкусные блины. Спасибо им. Молодцы, девчонки. Как вам вообще праздник в Масленице? Весело, хороший праздник, особенно в воскресенье, разгуляет такой народу много, всем весело. Спасибо. Блины вкусные, настроение отличное, погода шикарная, всех с праздником. Спасибо, блины замечательные, очень вкусно. Для юных славянцев также было приготовлено немало сюрпризов. Они могли поучаствовать в интерактивных играх, посоревноваться в перетягивании каната, побороться в костюмах сумо, попрыгать через скакалку, преодолеть полосу препятствий или попробовать свои силы в гиревом спорте. Я смог поднять 31 раз. Не очень мне тяжело, так как я занимаюсь тяжелой атлетикой. Я до этого участвовал в соревнованиях в техникуме. Среди техникума я занял третье место. Вот так вот. Занимайтесь спортом. За участие в конкурсах и состязаниях каждому давали билетики, которые они опускали в лототрон, чтобы принять участие в розыгрыше призов. Одними из первых были разыграны электронные часы и чайник. Все хорошо. 134. Как вас зовут? Данил. Данил. И Данилу вручается чайник. И теперь вы понимаете, что мы все идем к нему на чай. Буквально через пару часов Данилочка. Так что у вас есть замечательная возможность сбегать домой, прибраться еще блинчиков на печь. Ну и сгонять там магазин за какими-то сладостями. Давайте поаплодируем Данилу. Ценные подарки получали и смельчаки, решившиеся залезть на масленичный столб. Желающих его покорить было достаточно много. Вот только не каждому удалось справиться с этой нелегкой задачей. Одним из тех, кто первым оказался на вершине столба, был Егор Скороход. Я уже не первый раз залажу на столбы, как бы все получается. В этом году я получил беспроводные наушники, подарок и лотерею. Там особо хитрости нет, но как бы это нелегко. Розыгрыш подарков проходил в течение всего праздника. В конечном итоге все призы обрели хозяев. Среди врученных подарков были часы, постельное белье, жесткие диски, наушники, мультиварка и многое другое. Но главным подарком для всех собравшихся на площади было прекрасное настроение, которым славянцы щедро делились друг с другом. Давай, Дмитрий Александрович! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Красавец! Ну, молодец, пацаны! И, заметьте, сам вышел и папу вытянул! Папа говорит, где ребенок? Да, ребенок уже пляшет! Вот такой веселой, широкой и вкусной была масленица в Славянске-на-Кубани, сразу после которой начался Великий Пост. Он продлится целых семь недель и завершится 19 апреля, в день Великой Пасхи. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События»!